На новом корвете громкий поднят флаг ВМФ России. 26 декабря 2018 года ТАСС на новом корвете громкий поднят флаг ВМФ России. Источник изображения – Михаил Лукин. ТАСС впервые в современной флотской практике члены Государственной приемной комиссии участвовали в заводских ходовых испытаниях корабля с первого дня Владивосток, 25 декабря. Слеж ТАСС слеж. Военно-морской Андреевский флаг поднят во вторник на новом корвете громкий Тихоокеанского флота, ТОВ, передает корреспондент ТАСС с места события. «Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником», – заявил в ходе торжественной церемонии командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Житко. Сторожевой корабль, по новой классификации «Корветт», «Громкий» заложен на Амурском судостроительном заводе, Комсомольск-Наамуре, Хабаровский край, 20 апреля 2012 года, спущен на воду 28 июля 2017 года. С августа 2018 года «Корветт» проходил заводские ходовые и государственные испытания. Название «Громкий» является традиционным для российского флота в начале 20 века его носили эсминцы типа «Грозный» и «Новик», а в советское время эсминец проекта «Семисторожевой корабль» проекта 1135М. Как проходили испытания впервые в современной флотской практике члены Государственной приемной комиссии участвовали в заводских ходовых испытаниях с первого дня. В ходе испытаний были подтверждены все заявленные производителям характеристики. Моряки отразили учебный налет авиации ракетоносцев Ту-22М3, истребителей Су-35 и МиГ-31. В акватории японского моря вертолеты Ка-27, Ка-27ПС и новейший Ка-27М совершили 14 дневных и 8 ночных посадок на корабль. Гидроакустики испытали новейшую буксируемую систему «Минотавр», обнаружив подводную лодку условного противника и поразив ее учебной торпедой комплекса «Пакет». Также была проверена работа систем радиолокационной борьбы, связи, навигации и других. Имеющаяся на громком артиллерийская установка А-190 смогла произвести около 90-го стрелов в очередью с максимальным темпом стрельбы, что сами моряки считают крайне жестким испытанием. Проект 20380 Проект сторожевого корабля 20380 разработан в начале 2000-х годов Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», Санкт-Петербург. Корабль водоизмещением 2,1 тысячи Т вооружен противокорабельными ракетами «Уран», зенитным ракетным комплексом «Редут», артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты «Пакет ТНК». В составе Тихоокеанского флота в настоящее время есть только один корвет совершенный, также построенный по проекту 20380 из данной ВМФ в 2017 году. Громкий шестой корабль серии, еще четыре корвета находятся в стадии строительства. Два из них предназначены для ТАФ. 25 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.